Здравствуй, мой дорогой друг! Сегодня, в отличие от обычных выпусков, я поговорю о том, как не надо делать категорически. Сегодня мы поговорим с тобой о заборах-убийцах. И почему так делать нельзя. И для большей наглядной иллюстрации мне необходим реквизит. Как ты думаешь, что общего вообще может быть у заборов, арбузов и арматуры? Правильно, мы с тобой сегодня поставим наглядный эксперимент, к чему могут привести заборы-убийцы. Давай разбираться с тобой поподробнее. А это пока подождется у часа. Маленькая преамбула. Мне недавно на консультации, которые я провожу с людьми по разбору их проектов, или вообще по вопросам стройки, проектирования, архитектуры и так далее, клиент присылает мне видео одного известного блогера, где там идеальный забор за 3 часа, что-то вот типа такого. И там в относительно небольшом ролике на 15 минут рекламируется, ключевое слово, рекламируется определенный тип забора. И, соответственно, клиент меня спрашивает, а что ты думаешь об этом заборе? Я когда посмотрел на это видео, у меня волосы на ж... зашевелились от ужаса, потому что я представил, к чему это может привести. Я такой, человек, который придумал такой тип забора, это на самом деле человек-оненавистник. Человек, у которого не было и не будет своих детей, которые ненавидят людей. И это, ну, вообще делать нельзя. Но давай все-таки объективно разберем, о чем же, собственно говоря, идет речь. И еще одна необходимая ремарка, это не единственный тип забора, который вреден для окружающих. Будет еще несколько, но мы их разберем чуть-чуть дальше. Так вот, о чем, собственно говоря, идет речь. Есть такая технология, ключевое слово, такая технология, где предлагается брать арматуру толщиной в палец, втыкать ее в землю на полметра-метр и высотой разной переменной делать штыри. Вот эти вот шагом, там, условно говоря, там 10-15 сантиметров. Между собой эти штыри сваривать какой-то обвязочкой типа проволоки. И далее хаотично, художественно загибать в разные стороны. Это, так сказать, в том же самом ролике было указано, что это может делать любой человек. Это стоит 3 копейки. Вообще проблемы нету. Но втыкать арматуру вокруг своего участка. А дальше какой-то сварщик придет тебе и его там типа заварит за часочек. Не за часочек, на самом деле. Но это не суть важна. Вот у нас получается вот такая хаотичная, как бы художественная композиция из торчащих прутев. Вот это вот очень похоже на заградительные, блин, не знаю, штыри. Ну ладно, окей. Следующим этапом повдоль этого забора высаживается трава. Высокая трава, какие-то кустики, которые там могут быть там от полметра, метр высотой. И далее это все красиво и эстетично. И самое главное, долгие года служат. Ага, держи карман шире. И прикол в том, что ведущий в ролике рассказывает, что, блин, это самое крутое решение. Это эстетически классно. Все красиво, ничего не загораживает. Все идеально. Вот, там заборы каких-нибудь там бров настилов или там штакетников. Это отстой. А вот это, это супер идеальное решение. И почему меня начало бомбить? Потому что этот ролик набрал несколько сотен тысяч просмотров. И при этом я читаю там комментарии. И ни одного человека, который там пишет комментарии. О, ведущий, ты такой классный. Ты придумал классное эстетическое решение. Это все замечательно. Все круто. И там много-много вот этого вот хваления. А разум какой-то логичной, разумной комментарии я нашел там где-то там далеко-далеко-далеко. И то это было так очень осторожненько. Ощущение, что все гневные или критические комментарии в этом выпуске были просто удалены. Окей. Давай исправим эту ситуацию. Первое, с чем мы с тобой разберемся, что арматура просто воткнутая на глубину от полуметра до метра в землю. Во-первых. А. Очень быстро разгниет. Да, ты мне можешь тут точно так же в комментариях написать, что как она там в земле будет долго-долго годами ржаветь. Потому что она же целый палец толщиной. Вот в этот палец толщиной. Прикол в том, что агрессивность грунта по отношению к арматуре, к железу, в принципе перемены. Где-то есть не агрессивные грунты, где-то есть агрессивные. Точнее, правильнее сказать, не грунты, а вода, которая находится в этих грунтах. Какая-то может очень сильно разрушать металл, другая может не разрушать. Но при этом коррозионная агрессивность грунтов зависит в первую очередь и воды. Еще и от многих других факторов. К примеру, у тебя дорожку вдоль дороги посыпали солью. И что у тебя изменилось с водой-то, которая возле твоего забора? Правильно. Коррозионная стойкость, точнее говоря, коррозионная агрессивность увеличилась. Какая-то химия, какой-то выброс на заводе. Все это меняется. Ты применил какие-то удобрения. Блин, дожди идут, какую-то грязь смывает. Ты машину моешь. И это все влияет на агрессивность воды, стоков твоих поверхностных. К металлу. И металл может сгнить очень-очень быстро. И в итоге вот этот забор может разом лечь. Но это на самом деле фигня. Вот это меня меньше всего волнует. Второе. Устойчивость такого забора. В видео рекомендуется, что его нужно проварить между собой. Ребята, смотрите какая штука. Ты можешь сам поставить натурный эксперимент. Ты возьмешь арматурину и воткнешь ее на полметра в землю. Полметра это всего лишь вот столько. И представим, что сверху у тебя хлыст полтора метра. Как ты думаешь, с какой скоростью он у тебя расшатается и выпадет? Ответ очень быстро. Хорошо, вопросов нет. Мы берем арматурину и затыкаем ее аж на полтора метра или на метр в землю. Да, такую выдергивать придется гораздо дольше. Раскачиваться, расшатываться она будет гораздо дольше. Но количество металла, уходящего на этот забор, дорогой мой. Плюс все это находится в зоне промерзания. И соответственно говоря, всю эту арматуру точно так же прям земля все повыталкивает из себя. Но это тоже все это фигня. Окей. Следующий вопрос. Эстетическая красота считается, что в том же видео говорили, что красить не надо. А можно и покрасить, можно не париться, можно... А ржавчина тоже красиво. Чуваки, ржавчина. Я вот этот арматурный кусочек... Я вот этот кусок арматуры вот в руки брал, он уже ржавый. И у меня первое желание... Возникает помыть руки, потому что я боюсь всяких столбников и прочь всякой херни, которые вот здесь-то дохренища. И это тоже фигня. Далее. Обсаживаем травой. И она даже зимой, вот этот сухостой, выглядит прикольно. Ребята, что у нас происходит с сухостоем? Давайте посмотрим на поля, которые время от времени горят. Да, ты не поверишь. Прекрасно все полыхает. Достаточно просто мимо проходящего соседа, которого заебал этот твой забор. Он делает... Бычок тебе кинул, и пошел пал, который у тебя просто выгорит, и вся эта территория вокруг. Главное, чтобы дошел смысл послания. Плюс хорошо, если только этот забор обгорит, и будут у тебя торчащие скелеты. Но, опять же, это все фигня. Это все такие, скажем так, мои аргументы на тему того, что это недолго служит, это затратно изготовить, это будет тяжело обслуживать, это пожароопасно, неремонтопригодно и так далее, и так далее. А, нет, ремонтопригодность здесь высокая. Блин, я не могу, это ржавчина. Ладно, потом проспиртуем. Так вот, с чего бомбит больше всего меня? Забор подобного плана мог нарисовать человек, у которого, как я говорил, никогда не было детей. Да, у него даже детства не было. Он не лазил никогда через заборы, он не лазил по стройкам. Блин, он сидел, наверное, в питомничке, огражденном исключительно розовым куполом, и там у него тысячи нянек, за ним всегда бегало. Иными словами, человек никогда не был в реальности. А в реальности те же самые дети-подростки. Что угодно будут делать, но не ходить через калитки, не заходить через двери. Они будут лазить, им будет все интересно, они будут исследовать этот мир. Пытаться пробраться через какой-то заросли в кустах. Блин, они могут просто играть. Да, в конце концов, в эти кусты, в эту заросли, может просто банально залететь мяч. Заехать какая-то игрушка, квадрокоптер залететь. Туда полезет ребенок. И что дальше произойдет? А дальше произойдет вот это. Хорошо, давай. Я утрирую. Что взрослые пацаны, ну условно, взрослые пацаны, там старше 10-15 лет, уже пойму, что это что-то такое опасное, арматура, там не полезен туда. Тот же самый мячик-талан, какой мячик, там в гаджетах сидят, не полезен. Хорошо, представим другую ситуацию. У меня есть маленький ребенок, ему там годик. И он бежит к этому радостному забору, там кошечка какая-то. Он туда побежал. И за этим ребенком следит, к примеру, бабушка, которая не так сильно быстро бегает, не так у нее хорошо со зрением, она уже ни вблизи, ни вдалеке не видит. Она бросается за ним и происходит. Какая ситуация? Ну, ребенок-то там может быть среди арматуры и проскочит. И да, может быть не обломится арматура на глубине, где-то на высоте там 30-50 сантиметров. А тот же самый пожилой человек может просто споткнуться и налететь на арматуру. И будет. Комментарий человека, которого я консультировал и сказал, что вот этот забор придумал, ну давай так. Человек-оненавистник. Ему останется дождаться вот тот, кто сделал этот забор, когда на этом заборе начнут вывешивать тушки кошек, собак, птиц, людей, бабушек, детей. Вот это, конечно, ну блин, ну это вот по-другому воспринимать его просто физически нельзя. Такой тип заборов смертельно опасен. И еще, коли я заговорил о вообще опасных заборах, я хочу обратить твое внимание еще на несколько типов заборов. Точнее говоря, не типов заборов, а их завершений. Которые некоторые люди у нас, к сожалению, до сих пор делают. Вот смотри, казалось бы, ну вот, ну красиво. Да, красиво. Вот, практично, из уголка. Ну вот еще там какое-то альтернативное решение, хрен пойми что, наверное, металл. Ну а это ладно, это ссылка на то, что это ограждение дороги. Причем оно высокое. И скорее всего сделано от всяких дебилов-самоубийц. Чаще всего, когда у нас люди делают ограждение своего собственного, говоря, участка, некоторые индивидуумы делают это вот с пиками. Они считают, что они живут по-прежнему в средневековье. И при этом челядь может сбунтоваться и будет штурмовать вот это фамильное поместье. Ладно, хрен бы с ним. Эти заборы хотя бы структурированы. Они хотя бы жесткие. Ключевое слово, они жесткие. Там можно хотя бы удержаться. Там может сам подростку, балбесу, который полезет через этот забор. Да ладно, что там рассказывать. Я сам на таком заборе висел и, блин, штаны порвал, которые купил только два дня назад. Но заборы, которые делаются вот, например, вот таких из уголков, где есть острый край. Ребят, подумайте, пожалуйста, сами. Кто полезет через забор? Какие-то алкаши? Да, господи, умоляю, перестаньте. Алкаши не полезут. Для них достаточно огражденная территория. Они зайдут в открытую калитку. И то, если знают, что там ничего не происходит. Уже несколько недель в этом доме никого не бывает. При этом, какие-то грабители, ребята, грабители не будут лазить через забор. Они зайдут через калитку. Они срежут секцию забора. Да, блин, что я рассказываю. У нас был огромный выпуск. Вот, вот в этом вот. В котором я вот эти все методы, которые работают, не работают, подробно рассказывал. Если захочешь, потом можешь пойти посмотреть. Так вот, через любой забор полезут в первую очередь подростки. Какие-то мелкие пацаны, которые просто даже на спор могут полезть. Блин, ребят. Поэтому, на мой взгляд, завершение вот этих заборов, вот этими остриями, это категорически нельзя делать вообще ни в коем случае. И даже если у кого-то не хватает мозгов, что так делать нельзя, я тогда накину еще одну вещь. Есть юридически устраившаяся практика у нас в стране, которая говорит, что, ребят, если вы привели по неосторожности к травмам, тяжелым вещам и так далее, к злоумышленникам, вот человек с плохими мыслями лезет к вам на участок, он повисает на этом заборе, ему там этой гребаной пикой прорубает сонную артерию или там на ноге бедренную, и он, истекая кровью, умирает на этом заборе, вы сядете. Серьезно. Но это будет, скорее всего, квалифицироваться как непредумышленное нанесение, там, вот этого тяжкого здоровья, извините, сформулировка у меня слабовато. Иными словами, тут еще придется доказать, что ты не лопух. Вопрос, оно тебе надо? И это, если уж ты совсем как бы пофигу тебе на все остальное, вот здесь имеет смысл задуматься. И, блин, еще одна очень хорошая иллюстрация есть такая. Это уже прям современные современности. Вот эти заборы, которые у нас когда-то делали, когда у нас существовали только конные или пешие, и заборы рассчитаны были на такую высоту, чтобы конь не мог перескочить, чтобы брюхо распарывало, или пеший-то перелезет. Так вот, в современном же мире существуют такие вещи, как какие-то электросамокаты, велосипеды, всякие горные, спортивные. И, может быть, такая штука, что, даже не подумав, оградят какую-то территорию, где рядом находят спортивную площадку, там будут, блин, эти, как они, байкеры называются, которые на байках там вот эти вот всякие выкручивают штуки. Ну, на велосипедах. Боемиксеры, да. И кто-нибудь из этих боемиксеров туда радостно прилетит. Да, блин. Слушай, неужели ты в детстве? А у меня, напоминаю, большая часть зрителям его канала – это возрастные дядьки. Привет, бро. Не прыгал с забора в сугроб. Блин, ладно, хорошо с забора, блин. А там с гаража в сугроб, или там со второго этажа в сугроб. Ну, блин, я жил на севере, у нас большие сугробы, много с чего прыгали. Но даже здесь, в средней полосе России, когда выпадает снег, когда там метровый, полутораметровый слой снега, ребёнок на тех же санках может решить покататься по этому снегу. И сядет, блин, на эту арматуру грёбанную. Блин, мне эта арматура себя в покое не оставляет. Это жесть, ребят. Так делать просто нельзя. Ладно, крестим. Давай подойдём всё-таки немножко к практическим советам и таким выводам. Но перед этим мне очень бы хотелось выразить огромную благодарность вот этим вот замечательным людям, которые поддерживают наш канал не только лайком и комментарием, но и поддержкой финансовой. Они закидывают нам донаты на видеопродакшн. И если ты хочешь поддержать наш канал, вот, пожалуйста, QR-код, ссылка в описании. Также напоминаю, что можно через эту же ссылочку задать на вопрос, который в рубрике «Чего?» мы обязательно осветим. Минутка объективности. Когда мы строим свой загородный дом, ИЖС, место, где мы живём, кайфуем, радуемся, отдыхаем, может быть, кто-то занимается работой и так далее, в современном, ключевой момент, в современном мире, вот эти заборы, ограждённые, там, колючими прологами, штырями, вышками, это не кажется, что это немножко уже было и от этого всё-таки уходит. Заборы — это часть, которая, по сути говоря, выполняет в современном мире. Две, на мой взгляд, функции. Первая — это ограждение собственного участка, обозначение просто своей собственности. Вторая часть — это визуальное отсечение от соседей. Если ты не хочешь с соседом контактировать постоянно, забор как раз выполняет эту функцию визуального закрытия. И я вообще хочу снять большой выпуск про заборы, и он будет, поэтому не забывай подписываться, ставить лайк, колокольчик, и мы о них расскажем поподробнее. На мой же опять взгляд, тот забор, который у тебя внутри участка, который не обращён к людям, внутри посёлка или внутри населённого пункта, он может быть вот этой вот регламентированной высоты, там, два метра, он может быть там с определённой светопрозрачностью, есть параметры, это всё можно найти. При этом ты не видишь так уж прям плотную соседей. Вот ты оградил внутреннее живое пространство. А наружнее, которое обращено к людям, оно должно быть чисто символическое, просто обозначить, что эта территория принадлежит кому-то, чтобы просто банально там собаки соседские к тебе не забегали пассать. Ну вот, чисто вот такой функционал. Ладно, поподробнее про заборы мы с тобой поговорим подпозже. Давай всё-таки будем объективными, будем думать не только о себе, о своих желаниях, мыслях, хотелках и так далее, эстетических впечатлений, но ещё о том, что вокруг нас существуют люди. И эти люди могут быть в силу каких-то причин не такие же охренеть разумные и всезнающие, как ты. Это могут быть пожилые люди в деменции, это могут быть дети, маленькие дети, это могут быть просто какие-то люди там с психическими расстройствами. Да в конце концов, это может быть твой алкаш-сосед, который, блин, пошёл мимо твоего участка решил закурить, облокотиться на твой забор и насадиться на арматуру. Вот у тебя будет клёво очищено на участке. А за 7 на таком, такой, скажем так, позитивной ноте, господа, обнял девушки. Ну, вы-то хотя бы понимаете, что такое безопасность. Объясните вот этим своим половинам, что иногда нужно думать не только о себе, а ещё о детях и, ну, и о тебе, конечно, моя дорогая, тоже. Люблю, целую. До новых встреч. А теперь пошли втыкать в землю. А, сорян. Арбузов у нас несколько. Натурно обещанный эксперимент. Вот наша арматура. Считаем, что это наша живая изгородь и попытаемся её воткнуть. Да чё, пытаться. Вотнётся-то нормально. Блин, страшно. Прикол в том, что я её загнал, ну, где-то сантиметров на 20 максимум. А теперь непосредственно, что произойдёт вот в той истории, о которой говорил с маленьким ребёнком, взрослым человеком, неважно. Реквизит. Мы всё-таки произвели, как бы это сказать, отбор добровольцев, но в офисе у нас почему-то все абсолютно отказались в этом участвовать, поэтому купили добровольцы такого. Эксперимент номер раз. Несите второй арбуз. Арматура прекрасно пронзает, блин, плоть, легко и непринуждённо. Глазом ты напоришься, телом не имеет значения. Всё будет, очень всё прекрасно выглядеть со стороны. На самом деле, то, что здесь получилось, это такая жуть, что мы её не будем показывать на ютубе, ну, нахрен от греха подальше. Мы лучше это посмотрим на Boosty. Правильно. Потому что на Boosty у нас есть нередактированные режиссёрские версии, плюсом, там есть эксклюзивчик, а вот есть QR-код, к которому можно, собственно говоря, перейти и увидеть, что же там всё-таки получилось. Сквозное на вылет. Напоминает наш другой ролик. Что, ещё раз? Давай с минимальной высоты вот так вот. Я внизу арбузе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!